друзья всем привет вы на канале мото санчо я сегодня продолжу заниматься москвичом и тут хотелось бы отметить что мы с вами вплотную приблизились к некоторому переломному моменту если до этого я только разбирал москвич освобождал моторный отсек доставал детали рулевого управления снимал подвеску чтобы все там почистить и покрасить то в самое ближайшее время начнем собирать и все устанавливать обратно осталось лишь одно небольшое дельца это антикоррозийная обработка тех поверхностей которые я не красил давайте глянем что же это за поверхности такие краска естественно уже полностью высохла и выглядит замечательно блестит на солнышке как эмалированный таз местами даже отражение видно как в зеркале что касается прокраса заглянем снизу все отлично нигде серая грунтовка не проглядывает с этой стороны тоже неплохо в общем я можно сказать доволен естественно цвет далеко не заводской с завода москвич был выкрашен в цвет под названием арктика но 77 года он уже выцвел выгорел пожелтел больше похож на слоновую кость местами проглядывает ржавчина где-то вообще рос мох естественно все это тоже будет перекрашиваться но в какой именно цвет пока не знаю той банки краски которую я купил должно хватить на внутренние полости это моторный отсек это полы в салоне и багажник ну а дальше дальше будет видно и вот здесь по бокам у нас остались не прокрашенные поверхности я их не очищал до металла поскольку ржавчины здесь нигде нет есть серый заводской грунт и был толстый слой антикоррозионного покрытия которые наносил еще дед здесь была и смола какая-то и мастика и криозот даже кажется судя по запаху и вот сейчас когда я этот слой счищал шпателем есть риск где-то местами поцарапать грунт до металла в этом месте может локально начаться ржавчина а допустить этого ой как не хочется поэтому будем обрабатывать для этой цели воспользуемся рецептом вечной антикоррозийки которым со мной поделились подписчики нам понадобится пушечное сало которое у меня осталось еще с момента восстановления лонжеронов моего грузового мерседеса и средство под названием раст стоп которое я два дня назад купил на авторынке и принеся домой начал небольшой эксперимент взял его буквально на палец и нанес на ржавую ось моего днепра и вот что мы видим спустя два дня на первый взгляд все осталось без изменений как была ржавая ось так и осталось но если присмотреться вот здесь на внешнем участке оси ржавчина у нас более светлая сухая а внутри потемнело стало как будто промасленная наносил я эту жижу тонкой полосой но где-то полтора-два сантиметра на ширину пальца ровно по центру а здесь если проведем сейчас с краю то видим что остается на пальце масляный след то есть это средство расползлось а если возьмем чистую тряпку и хорошенько нашу ось протрем то вот как бы результат ржавчина снялась и поверхность стала масляно блестеть в общем имеет право на жизнь видите ржавые следы на тряпке остаются значит что-то она все-таки очищает таким образом задача пушечного сала в составе рецепта это создание надежной изолирующей пленки которая защитит металл кузова от воды и атмосферного воздуха а раст стоп обеспечит этой пленке надежные антикоррозионные свойства и вот эту самую способность саморасползаться за счет капиллярного эффекта осталось лишь смешать эти два средства в пропорции 3 к одному 3 доли пушечного сала на одну долю раст стопа для смешивания нам понадобится какая-то емкость изготовим ее из металлической канистры хода дизельная 10 в 40 когда-то баловал я свой mercedes таким маслом потом правда перешел на что попроще манол лукойл но два сезона добросовестно заливал хода и могу сказать что уменьшился жор масла и расход топлива где-то на литр упал вместо может 14 и стала 13 может даже 12 с половиной литров дизеля на 100 там еще даже какое-то масло плещется совсем немножко но все же отрезал так высоко чтобы оставить рукоятку на самом деле такая высокая банка ни к чему можно делать пониже рукоятка нам понадобится потому что смешивать эти два компонента необходимо с подогревом значит банку надо будет чем-то удерживать вот так масло оставляю думаю она лишним не будет добавить текучести и ручка у нас есть теперь бы еще ложку где-то было хорошо что танюшка не видит значит берем три ложки пуш сала и добавляем одну ложку раст стопа думаю этого должно хватить на две боковины моторного отсека лишнего замешивать не будем ну так чисто на глазок где-то около того остается нашу жижу подогреть и хорошенько перемешать есть у меня такая походная плитка редко когда ее с собой беру поскольку и довольно громоздкая для мотоцикла и расход у нее высоковат обычно беру маленькую горелку которая одевается прямо на баллон но сейчас сгодится и это ох да как бы чего не сгорело не учел я такого факта что банка меньше чем подставка о вроде получилось и пламя как раз нормализовалась и банку поставил на три точки пускай тает думаю до активного кипения доводить не надо но пузыри у меня уже пошли и все твердые частицы пуш сала растворились выключаем горелку нет в другую сторону возьмем кисточку которую не жалко потому что пользоваться ей больше будет нельзя и отправляемся к москвичу здесь обязательно что-нибудь подстилаем поскольку средство наше будет активно капать разбрызгиваться ухты какой прикольный эффект и наносим от кисточки вспенивается вся эта жидкость в итоге замешанного антикора идеально хватило на одну сторону пуш сала попадая на холодный металл довольно быстро застывает образуя толстый слой около миллиметра но в то же время и текучесть не теряет что позволяет загнать его во все отверстия и углы что же давайте замешаем еще для обработки другой стороны и но когда уже все промазал я взял газовую горелку и хорошенько прогрел это покрытие если вам видно прям на глазах разглаживаются вот эти полосы от кисточки и растекается растекается пуш сало по поверхности очень здорово и я думаю очень надежно проникнет точно во все поры во все микротрещины и ржаветь наш москвич не будет весь этот перепачканный антикором инструмент не выбрасываем он нам еще обязательно пригодится поскольку впереди днище и багажник мазать еще и мазать кстати растопа осталось еще достаточно много думаю не на одну обработку москвича хватит а может быть и не только москвича следующей нашей задачей будет очистка покраска и установка передней балки но это уже не сегодня а сейчас всем спасибо всем счастливо и всем пока